Автомобили-близнецы – топ-5 самых интересных пар машин. Автомобили каждого исторического периода схожи между собой. И при этом есть модели-близнецы, которые порой трудно отличить друг от друга, несмотря на разные бренды и страны происхождения. Мы отняли несколько пар с наиболее интересной историей, о пяти ярких моделях авто, которые по разным причинам имеют свои клоны под другими названиями, читайте в материале РБК Украина, при подготовке статьи были использованы публикации издания Автодиалер, Автобилд и Мотор. Внешнее и техническое сходство автомобилей разных марок объясняется модными трендами и целесообразностью актуальных на время технологий. Но в случае с машинами-близнецами все не так просто, и истории копирования каждый раз имеют собственное объяснение – BMW Dixie Austin 7. Британский Austin 7, 1923-1939 год, был очень удачным авто, технологичным, неприхотливым и недорогим. Поскольку такое сочетание качеств того времени найти было непросто, машина понравилась не только потребителям-автомобилистам, но и предпринимателям-производителям. С разрешения и без разрешения британцев их скопированный Austin 7 выпускался в континентальной Европе, Америке, Японии и Австралии. BMW Dixie наиболее известен среди других копий, а еще он дал старт компании, являющейся сегодня одним из лидеров автомобильного мира. А если быть четким, поначалу лицензию на эту машину заполучила компания автомобилу Erkizensch, которая и начала ее тиражирование в Германии под своим брендом Dixie, с 1927 года. Однако в следующем году предприятие приобрело BMW вместе с лицензионным Мостин 7 Dixie, Уиллис М.Б.Форд GPW. История этого культового авто не менее запутана. В начале Второй мировой американская армия провозгласила конкурс на легкую универсальную машину повышенной проходимости. Самым удачным военные признали проект небольшой фирмы American Bantam. Но из опасений, что она не справится с объемами заказов, военные передали технологическую документацию этой модели компаниям Уиллис Аверленд и Форд. Уиллис немного сменил машину, прототип понравился военным, но Уиллис тоже не гарантировал, что сможет выпускать внедорожник в нужном количестве. И тогда к делу подключили Форд с его гигантскими производственными возможностями. В конце концов, армии антигитлеровской коалиции получили 363 тысячи «Виллисов» и 280 тысяч «Фордов» 1942-1945 год, отличавшихся несколькими деталями. Разборки на тему, кто был первым джипом, продолжались вплоть до хаха и века, но факт, благодаря общим усилиям трех компаний Мир получил образцовый армейский автомобиль и новый класс авто, полноприводные внедорожники. Peugeot P4 Mercedes-Benz G-Class Mercedes-Benz G-Class создавался для военных и очень понравился им, машина массово поступала в несколько армий мира. Но французы захотели иметь свой французский «Геллендеваген», и по немецкой лицензии Peugeot выпустил свою модель P4-1982-1992. Он даже продавался гражданскому населению, хотя и не очень удачно. Машина выпускалась на заводах Peugeot и от немцев получали лишь некоторые компоненты, даже кузова варили и окрашивали французы. Большое количество из 15 тысяч выпущенных Peugeot P4 остаются в строю до сих пор. Cherry QQ Davum Matisse. Внешне китайский малыш подозрительно похож на корейского, и самих корейцев в свое время это тоже удивило. Но техническая утварь у каждого своя, общих агрегатов и узлов нет. В Украине официально продавались обе модели, поэтому у потребителя была возможность сравнить оригинал с копией. И если по удобству пользования и динамики особой разницы нет, а с топовым мотором QQ даже обходит свой прототип, то по надежности и долговечности их сравнивать нельзя. Davum Nexia Pontiac Le Manos Opel Kadet E. В данном случае имеем сразу тройню. Первоначально был Opel и его удачная модель Kadet E. 1984-1991, правом на выпуск которой он поделился с корейской Davum Motors. Корейцы назвали эту машину для начала Davum Le Manos, 1986-1994, затем после модернизации Davum Sielo, 1994-1997, но в Украине она хорошо известна как Davum Nexia. А чтобы все запутать, корейцы договорились с немцами и американцами и начали возить ее за океан как Pontiac Le Manos. Собственно если поискать, Kadet E можно найти по миру еще в нескольких реинкарнациях, но это уж точно не наша история. Кратко. С точки зрения производителя модели-близнецы, это способ получить дополнительную прибыль, конечно, если копия не украдена. С точки зрения потребителя это способ сэкономить средства или возможность расширить свой выбор. Но чтобы он был безошибочным, нужно предварительно разобраться со всеми отличиями между оригиналом и копией. Кстати, далеко не всегда первый лучше второй. Напомним, недавно РБК Украина рассказывала, как выбрать и безопасно установить багажник на крышу авто.